Друзья, всем привет-привет! Наши поиски жилья еще продолжаются. Мы в раздумьях. Значит, я еду смотреть очередной объект. Надеюсь, он нас зацепит и он нам понравится. Значит, меня уже ждут. Я договорилась заранее о этой встрече. У Леона в школе, я и Антона на работе. Поэтому сегодняшний хаустур проведу для вас его я. Это одна и та же местность возле нашего дома, возле школы, той, что мы хотим, возле гимнастики у Лянина. В общем, вот такой райончик. Дома все приблизительно одинаковые. И мне надо, наверное, куда-то сюда. Симпатично, да? В общем, один большой дом поделен на несколько частей. Значит, такая небольшая прихожая. Сразу надо подниматься на второй этаж. Вот, все чистенько. Уютно. Так, эта дверь ведет куда? Ага, это гараж. Вообще, это большой плюс. Наличие гаража для одной машины. Это очень хорошо. Так, закрываем. И поднимаемся наверх. Хорошо. Там идет лондри-рум. Прачечная. Первый туалет. В общем, в этой квартире два диванной комнаты. Так. Стиральная машина, сушильная машина. Так. Гладильная доска. Хорошо. Что ей будет где место. А вот я смотрю, что еще здесь есть встроенный пилесос. Это очень хорошо. Дальше. Первая ванная комната. Не сильно маленькая. Обычная ванна. Обычная глубина. Хотя это, наверное, джакузи. Точно. Ничего себе. Хорошо. Маленький. Рукомойник. Ну, так как в ванной комнате дверь, то это нормально. Вот. Так. Здесь кладовка вместительная. Отлично. Так. Здесь у нас кухня. Хороший холодильник. Хорошая микроволновая печь. И там вытяжка, я так понимаю. Плита. Посудомоечная машина. Два рукомойника. Все чистенько. Все чистенько. Видно, что хорошо ухаживали. Вот. Белая кухня. В целом, мне нравится. В целом, мне нравится. Очень нравится, да. Похожий вариант с той квартирой, где мы живем. Так. Ну, еще одна кладовка. Ух ты. Здесь она уже побольше. И глубже идет. То есть здесь крупы, я так понимаю, можно сохранять. Это очень хорошо. Так. С кухней мы закончили. К кухне претензий у меня никаких нет. Абсолютно. Вот. Так. И зал. Зал. Зал достаточно большой. Что есть хорошо. Камин. Интересно. Тоже здесь будет много сета. Единственное, что смущает вот эти стены синие. Вот. Если были бы светлые, то было бы и в этом доме посветлее. Так. Хорошо. Первая комната. Здесь три комнаты. Первая детская. Вот. Окно не сильно маленькое, но не сильно большое. Цвет стен серый. Монтированный шкаф. Хорошо. Так. Здесь, наверное, диван. Для дивана место предусмотрено или что. Не знаю. Вот. Или стола. Ну, вообще, не важно. Мне так нравится расположение вот этих окон. Класс. И, значит, выход на балкон. Балкон тоже чистенький. Не сильно большой, но не сильно маленький. Балкон, наверное, побольше, чем у нас. Тарелка висит. Ну, вообще, мне нравится. И сетка получается здесь. Да. Выход на балкон через двери. Ну, ничего страшного. Через окно двери. Так. Хорошо. В общем, я вижу только несколько минусов. Так. И еще одна комната детская. Те же самые окна. Тот же самый серый цвет. Мне кажется, побольше здесь шкаф. Нет. Хорошо. И родительская спальня. Не сильно большая. Но в нашем случае все поместится. Абсолютно все. И кроватка. Наша кровать большая. Так. Хорошо. Значит, в нашей комнате есть своя ванна. Только там не ванна, а душ. Жакабина. В принципе, что нам? Если кто хочет покупаться, будет купаться там. Если кто хочет, ну, пусть принимает здесь. Интересно. Так. Этот вариант очень хороший. Уже большая столешка. Можно поместиться вдвоем. Вы знаете, это камень какой-то. Или нет. Да. Большое окно. То, что... Не жутик опустился. Смотрите. Ух ты. Так. Отлично. А вот здесь рай. Вот эта часть этой комнаты мне самая большая понравилась. Включаем. Света гардеробная. И такая большая. Я прям в восторге. С полочками. Это очень хороший вариант. Прям очень-очень. Так. Хорошо. Цену я потом скажу. Интересно. Так. Ну, хорошо. Осмотр мы закончили. Здесь единственный минус. Что это комьюнити. И нет здесь своего личного бакярда. Вот. Вот это единственный минус. То есть батут мы не сможем поставить. Ну, если рассматривать эту квартиру как... Этот дом как квартиру, то вполне себе ничего. Очень большая уютная квартира с гаражом. Друзья, я уже дома. И готова с вами поделиться своим впечатлением. Я думаю, Антон, когда посмотрит это видео, он будет... У него будут те же самые мысли по поводу вот этой квартиры, вот этого дома. Что и у меня. В целом, дом, квартира мне понравился. Очень понравился. Но есть два существенных минуса. Прям... Нет наличия своего двора. Нет куска земли. Нет бакярда. Мы не сможем поставить Ульяне батут, который она так хотела. В принципе, и тогда весь мысл теряется. Хочется переехать с квартиры в этот дом без куска земли. Хочется, как Антон говорил, позагорать. Шашлык пожарить, да. Коляску оставить спокойно. Чтобы ребенок спал на свежем воздухе, да. Этого всего не будет там. Вот это существенный минус. Значит, дом двухэтажный с гаражом. В целом, он мне очень понравился. Много места везде. Квартира огромная просто. Просто огромная квартира. Хорошая кухня. Мне очень понравилась кухня. Барная стойка. Да, надо будет купить новый стол. Ну, это... Это вложение в семью. Почему нет? В каждом доме что-то есть не так. Вот. И надо с этим мириться. Надо поставить правильно приоритеты. В общем, надо думать. Нам уже, получается, два варианта понравилось. Это очень хорошо. Очень-очень. Вот. Получается... Второй минус то, что... Когда я приду с прогулки. С коляской. И, допустим, буду хотеть, чтобы наша малышка поспала на балконе, например, да. Летом. То мне надо будет тянуть вот эту коляску. По лестнице. Потому что вход внизу, и чтобы подняться на кухню, в зал, там, где все комнаты, там, где, собственно, происходит вся жизнь, на втором этаже, да, то надо будет постоянно тянуть коляску мне, мыть колеса, вот, чтобы она могла поспать, допустим, на балконе. А иначе, а иначе, если не коляска, то как она будет спать на балконе? Кроватка будет встать в комнате постоянно. Но только в коляске, мне кажется. Это хорошая идея. Если там мухи, комары, есть вот эти сеточки продаются, которые у нас есть. Вот, дождевики, в общем, два существенных минуса, да. Подниматься с коляской на второй этаж, по лестнице, это не совсем будет удобно. А можно мириться будет. По поводу цены. Цена та же самая, 1550, что и в том доме, что нам понравился, который нам понравился. Плюс коммунальные. Коммунальные, мы говорили, что приблизительно 350, 450, где-то так. Итого, где-то будет выходить нам в месяц 2000 долларов. Эта квартира обойдется нам, дом. Этот дом обойдется нам немножко подешевле. Там не за все коммунальные надо будет платить. Где-то за половину. Ну, плюс 200 долларов, 250. Немножко будет дешевле. Где-то 1750-1800 за все вместе. Хорошо, что есть наличие гаража. Очень хорошо. Но, наверное, нам все-таки бэкьярд важнее, чтобы дети проводили как можно больше во дворе время. Особенно наши малышки, которые только-только родятся, да, будет полезно спать в коляске на свежем воздухе. Вот. В общем, все равно будем мы еще думать над этим вариантом, потому что он немного дешевле. Но готовы ли мы жертвовать уляниным желанием ради 100 долларов в месяц, например, экономии. Вот. Или наоборот поставлю вопрос, готовы ли мы жертвовать уляниным желанием ради того, чтобы наша машина была в гараже. если мы до этого обходились без гаража. В общем, конечно, нам ульяна всегда будет дороже, всегда будет на первом месте, в приоритете. Но вариант очень хороший. Этот вариант может сходиться в том случае, если нам откажут в том доме, который нам понравился, либо же по некоторым причинам, либо же мы просто не успеем ничего найти, потому что мы определились, мы хотим искать новое жилье только в этом районе, в этой местности, где находится ее гимнастика, где есть школа, все удобно, все комфортно. Я не буду тратить время ездить, ехать в школу каждое утро, даже если автобус, эта дорога может занимать и 40 минут ехать в школу. Нет, мы хотим быть мобильными, поэтому время деньги, и этот вариант отпадает. Вот, так же само, не все школы заканчиваются в одно время, так как эта школа заканчивается 3.30, в 4 часа у нее уже гимнастика. У меня полчаса на все про все забрать ее со школы, накормить в машине, чтобы она переоделась время, и доставить на гимнастику. Вот, полчаса на все про все. И мы вспеваем, у нас даже есть запас, что есть хорошо. я хочу и дальше придерживаться такого ритма. Да, в общем, что хотела, я сказала. Надеюсь, объяснила все доступно, понятно, логично. Спасибо. Спасибо.